Здравствуйте, друзья! Сегодня ко мне на обзор попал Трифоник от Adifire, модель S351DB. Ну что ж, давайте коротко ознакомимся с параметрами этого Трифоника S351DB. Этот Трифоник выполнен на цифровой схеме, то есть Digital Signal процессором и усилителями класса D. Раздельное усиление для каждого динамика. На каждый динамик использован свой усилитель. По 15 ватт, как здесь написано, на твиттеры, по 25 на мид-вуферы и 70 ватт на саб-вуферный динамик 8 дюймов. То есть всё то же, что было в предыдущей модели, поэтому я предлагаю рассмотреть их в сравнении. Итак, что мы имеем? В этой модели это Bluetooth 5-й версии IPTX, естественно, набор входов. Обтика, коаксиал, аналог. Кроме того, 150 ватт общей мощности. Титановые, твиттеры, алюминиевые диафрагмы у мид-вуферов и саб-вуферов. Имеется DSP и DRC. Это такой уход от искажений, превышения уровня сигнала и приведения к искажениям. Очень интересный современный механизм от Texas Instrument. Имеется пульт дистанционного управления и импульсный универсальный блок питания. Что же было у 350-й модели? Bluetooth 4.1 был, хотя тоже IPTX. Разницу между 5 и 4.1 версиями Bluetooth вы можете посмотреть, кому это интересно, отдельно. Имеется оптика, тут не указан набор входов, но очевидно, что это оптика коаксиал, аналог и Bluetooth, соответственно. Тоже титановые твиттеры, тоже алюминиевая диафрагма амидов и полипропилен диафрагма сабвуфера. Здесь у нас алюминиевая диафрагма сабвуфера. Вот видите, разница в чем еще оказалась дополнительно. Также имеется DSP и DRC. Также имелось в старой версии пульт дистанционного управления и универсальный блок питания импульсный. Что же касается мощностей, по 15 ватт на твиттер, 25 на миды и 70 на саб, осталось без изменений. Чувствительность я сравнивать не буду, в данный момент она не так важна. Размеры динамика 8 дюймов, 3,5 и 3,25 дюйма. Ну-ка здесь, 3,5 и 3,25 дюйма, то же самое. Размеры... Кабель, кстати, спикер-коннектинг 5 метров предлагается и 1,5 метра второй кабель. Здесь же в комплектации 3 метра и 1,5 метра второй кабель. Ну и вот размеры сабвуфера и сателлит. Вы можете сравнить, кому это интересно, но по-моему они практически одинаковые. Вот такие дела, друзья мои. Дальше нужно смотреть колоночки живьем. От своего предшественника эта модель отличается новым дизайном, как они говорят. Что такое новый дизайн? Это может быть и новый усилитель, и новый ДСП, и новый кантик, утончённые стенки, утончённые, изменённый динамик, всё что угодно. А производители не раскрывают тайну, просто говорят, что это продвинутая, улучшенная модель, ставшего популярным Трифоника S350 DB. Функции у него такие же самые, поэтому подробно я на них останавливаться не буду. Мы рассмотрим лишь конструктивные особенности. Напомню я, что это Трифоник, состоящий из сабвуфера, вот с такой вот головкой, с таким вот интересным, дайте я вам покажу. Динамиком. Пылезащитный колпачок такой, интересной формы, необычной. Поняли ли, пропиленовый подвес. Довольно жёсткий ход, широкий подвес. Всю раунд крепится вот на шести болтах. Сбоку у него находится, нетрудно заметить, фортфазоинвертера. Он большого диаметра, хотя он сходящийся, поэтому не такой уж прям и большой. На задней стороне находится панель коммутации и управления. О ней немножко подробнее. На ней находится разъём сетевого кабеля питания, включатель питания. Две пары аналоговых ходов PCAUX. Оптика, коаксиал, нетрудно заметить. Колоночки сателлитов подключаются разными разъёмами. Один из них вот такой вот, 15-пиновый, как я понимаю, этот 5-пиновый. К левому спикеру, этот, соответственно, к правому спикеру, какие-то рекламы. Панель металлическая, утоплена заподлицо. Не видно радиаторов никаких. Очевидно, что усилитель класса D. При этом и блок питания импульсный. При этом всё-то очень хорошо, но сабвуфер невероятно тяжёлый. Как по мне, например, я его пока сюда доволох. На этот стол оказалось, что он тяжелее, чем кажется. Кстати, ножки у него вот такие, вот если кого-то интересует, провязиненные. Которые цепляются изо всех сил. За стол невозможно повернуть. Но вот что меня удивило, что сабвуфер с усилителем класса D, с импульсным блоком питания и так много весть. Видимо, в него установили что-то хорошее. Но это мы ещё посмотрим и послушаем. Правая колонка сателлит, по крайней мере, она так обозначена здесь, R-Rate, подключается вот таким вот толстым кабелем с вот таким вот разъёмом. И состоит из двух полос. Твиттер, вуфер, о них я расскажу позже. Здесь вот панель, которая, индикации, которая, видимо, идицирует выбранный режим работы. Пускай будет, он мне не мешает. А сбоку мы видим органы управления. Вот это вот громкость. Нажатием на регулятор, который мы переключаем входы. Это регулятор низких частот со средней точкой и высоких частот со средней точкой. На задней панели мы видим только несъёмный кабель и порт фузоинвертора. Колонка стоит тоже на прорезиненных ножках, но не металлизированных, а таких вот именно из резины выполнено. Здесь вот сериал номер. В случае обращения в сервис его нужно будет указать. А вот и колонка обозначена как левая. Видите, left. Здесь пятиконтактный разъёмчик на металлической небольшой площадке. Портура инвертора сзади. Спереди, как и на другой колонке, мид-вуфер и твиттер, закрытый такой изящной решёточкой, которая защищает его от механических повреждений. Динамики расположены на некой накладке. Я даже не знаю, как это всё разбирается, но динамики-то снимаются спереди, это довольно удобно. Корпус производит впечатление довольно цельного, такого из толстого, сравнительно, достаточно толстого материала. И колонка, конечно, обладает некоторым весом. Ну, такого веса-то, видите, как я не легко держу её в своей руке. Вот такой вот интересный комплект. Это комплектация колонки, которая идёт с ней при продаже. Вы видите инструкции, некий гарантийный талон, кабель. Вот это, видимо, оптический кабель. Как это здесь снимается, сейчас посмотрим. Вот так, видимо. И здесь лежит такой вот красивый пультик. Он такой функциональный пульт управления. И батарейки к нему. Здесь вы видите кабель. Мини-джек на два тюльпана, РСЕ и рульём. Это оптический, соответственно, кабель. А вот это нам сейчас понадобится. Это кабель, во-первых, питания, во-вторых, крепления, подключения одной из колонок сателлит к сабвуферу. Ну вот и пришла пора протестировать, как звучит этот комплект. С-351 D-Bio to Defire. Я расставил колоночки на обычных местах, как у меня мониторы обычно стоят в студии, а сабвуфер поставил, как уже у меня так сложилось, исторически на пиаминку Курсвилл. Там самое для него оптимальное место. Именно по звучанию это я вывел экспериментально. Вы также у себя можете вывести лучшее место для вашего саба в каком-то определённом месте, а не обыгде. Очень рекомендую этому уделить время, для того, чтобы получить в итоге хорошее звучание, а не такое, как получится. А потом ругать технику, что, мол, она вам не нравится. Басов нет, ещё чего-то нет. Порхающее эхо в комнате может заметно мешать, слушать. Короче говоря, этому надо уделить внимание. Ещё раз напоминаю, о фоне, о фоне. Говорят, фонят многие колонки. Согласен, наверное, фонят. Вот комплект, который мне дали. Я подношу к включённой колонке. Тут микрофоны установлены на камере прямо, с некоторой компрессией, поэтому они вытащат, то и нет чего. Но я могу сказать так, что даже если прислониться ухом, то ни от витера, ни от вуфера звука мне услышать не удалось. Если бы не индикатор на вот этой колоночке, он внизу, видите, PC светится, то я бы не был уверен, что они вообще включены. Я понимаю, что у вас может быть какое-то сомнение в этом плане, но другого способа вам это доказать у меня просто нет. Ну, кстати, фон может зависеть от сторонних причин. Я уже не говорю об источнике сигнала. Лучше бы подключать к звуковой карте, которая имеет высокое соотношение сигнал-шумом. Либо в любом случае не оставлять входы открытыми, потому что в этом положении у них максимальный шум. Ну, у этого комплекта, кстати, если и вынуть разъёмы... Сейчас, может, услышите. Но как такового фона я лично услышать так и не смог. Поэтому оставим эту тему с... Вот, видите, я включаю, и колоночки, соответственно, отвечают мне гулом. Ну, и остаётся только послушать, как работают эти акустические системы. и как они звучат. Уступают ли они много модели, топовой модели Trifonica это Defier S360 DB, у которого планарные твиттеры, там ещё, бог знает что, беспроводной саб. К этому сабу в виде тянутся провода определённые. Возможно, в этом кто-то увидит какое-то неудобство. Не знаю, по-моему, дома привязать сетап к месту можно к любому. Потратил, конечно, некоторое время и усилия на это дело. Но в любом случае, я вам сейчас хочу показать, как работает эта система. И, пожалуй, начнём. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok